Казалось бы, в современном мире должны быть все условия для комфортной жизни человека. Но, увы, все же есть регионы, территория которых является труднодоступной для проведения бытового газа – важнейшего вещества для современного общества. Именно поэтому, несомненно, важно сделать поставку газа в отдаленные части страны максимально инклюзивной. Это воплотили в жизнь ученые Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета. Группа исследователей впервые получила новую модифицированную молекулу, которая обладает высокой эффективностью ускорения гидратообразования. Это значит, что газ можно преобразовать в твердый вид и спокойно перевозить на дальние расстояния в нужном количестве. Одной важной задачей в нефтегазовой отрасли является транспортировка и хранение природного газа. И сегодня существуют различные технологии – это сжиженный природный газ, трубопроводный транспорт. В нашем центре мы разрабатываем альтернативную технологию – это технология использования гидратов для транспортировки. То есть газ в данном случае переводится в твердое состояние и в таком виде может храниться, транспортироваться и доставляться до того места, где он будет дальше потребляться. Превращение природного газа в газовые гидраты, то есть в твердое кристаллическое вещество, внешне напоминающее лед – перспективный метод его хранения и транспортировки. Гидратный метод легко масштабируется, поэтому с его помощью попутный нефтяной газ можно превращать в газогидраты, транспортировать и использовать в качестве топлива. Но, к сожалению, в этой технологии есть определенные недостатки. Они связаны с тем, что этот процесс перевода газа в твердую форму очень медленный. И вот для того, чтобы этот процесс ускорить, мы разработали специальные молекулы. За счет этого мы уже эту технологию улучшаем, повышаем ее эффективность. Это более экологично, чем его сжигать. Кроме того, многие малые населенные пункты в России до сих пор не газифицированы, так как в силу географических особенностей тянуть трубопровод туда невыгодно. Гидратный метод транспортировки и хранения газа может стать решением этой проблемы. Основное предназначение этой молекулы связано как раз с тем, чтобы использовать для новой технологии транспортировки и хранения природного газа. Сегодня мы понимаем, что газ добывается в одном месте, а его нужно донести, распределить по всей стране и даже за ее пределы. И для этого нужны специальные технологии. Вот как раз эта молекула позволяет повысить эффективность гидратных технологий транспортировки и хранения природного газа. Преимуществами гидратного метода транспортировки и хранения газов являются умеренные условия по температуре и давлению, а также безопасность и экологичность. Дальнейшее развитие гидратной технологии хранения и транспортировки природного газа может стать началом нового направления в малотоннажной химии и позволит расширить возможности газификации удаленных населенных пунктов, в том числе в Арктическом регионе. Валерия Карташова, Иван Шаньшеров, Николай Суховский. Универновости.